Цирк «Золотой дракон» потерпел фиаско в арбитражном суде. Владельцы Шапито предъявили иск Елизавете Бражник за то, что она всего-то навсего поделилась своим мнением о цирковом закулисье в социальных сетях. Мега, убери этот цирк! Икея – это двойные стандарты. Развлечения зашли слишком далеко. Под такими призывами в прошлом году новосибирцы пикетировали цирк Шапито, временным пристанищем для которого стала площадка перед Мега-Икея. Пикетную активность тогда началась с жаркой дискуссии в инстаграме Елизаветы Бражник. Я против содержания диких животных в неволе, но цирк Шапито – это еще хуже. Большую часть времени животные находятся в маленьких вот этих вагонах, клетках, где практически не двигаются и так далее. В итоге получился флешмоб, к которому присоединились не только знакомые друзья Елизаветы, но и люди далеко за пределами Новосибирска, которые считают недопустимым дрессуру животных в цирках, тем более передвижных. Но Елизавета Бражник не ожидала, что владельцы «Золотого дракона» обратятся с иском в суд, требуя удалить с личной страницы, не соответствующие на их взгляд действительности и порочащие деловую репутацию сведения. Кроме того, от Елизаветы потребовали опровержения на ее личной странице. Главная претензия в том, что реализуя свое право на мнение определенное, которое у нас в Конституции гарантировано, все это правильно и справедливо, вместе с тем нарушаются права, а именно доброе имя, цирка «Золотой дракона». Ключевым моментом в этом судебном процессе был спор о том, что именно распространялось в социальных сетях сведения или личное мнение. Любой человек, знакомый с русским языком, прекрасно понимает, что такое сведения. В данном случае истцы, заявляя, что звучат некие сведения, привели конкретное высказывание. Это действительно была ее внутренняя убежденность, личное мнение. Поэтому по большому счету, с учетом судебного бэкграунда, наша позиция и заключалась в том, что это и есть мнение. Со стороны истца контр-долдов в этой части приведено не было. Любопытно, что, вопреки поговорке, коней на переправе не меняют, «Золотой дракон» все-таки решил сменить юристов, представляющих его интересы. Первоначально за деловую репутацию Шапито боролись новосибирские юристы. Но потом против сибирячки в суде выставили уже тяжелую артиллерию Игоря Симонова, члена Московской коллегии адвокатов, князев и партнеры. Юристы именно этой коллегии несколько лет назад представляли интересы братьев Запашных в споре о защите деловой репутации. Да, был у нас такой процесс. Там все-таки это были сведения какие-то недостоверные. Ну там, конечно, там больше была информация о фактах неких. Больше, безусловно. Поэтому там было проще. Рассмотрение иска «Золотого дракона» к Елизавете Бражник превратилось в озвучивание манифестов сторон. Если поставить на чашу весов счастливую жизнь в тайге тигра, который вырос в цирке, родился, может быть, в цирке, который уже, можно сказать, в кавычках заточен на общении с людьми, у которого миссия такая – приносить людям радость, детям. На другую чашу поставить людей, детей, которые вырастают счастливыми и, может быть, благодаря общению с животными в такой форме, то неизвестно, что важнее. Со стороны СЦА манифест об их любви к животным, о том, что животные счастливы находятся в передвижном цирке, и о том, что если бы любые животные могли выбирать, где им быть на природе, либо в цирке подобного типа, любое животное, естественно, бы выбрало нахождение в цирке. Мы проверить это не можем. Потому что задать вопрос льву, леопарду. Это достаточно проблематично. Но как бы убедительно о любви к животным не говорили представители цирка, для золотого дракона это еще и деньги. В какой-то момент представители из СЦА впрямую перешли, что это бизнес. До этого это был как бы цирк как явление, цирк как форма деятельности, как форма реализации себя. В рамках судебного заседания они впрямую начали указывать, что это, в общем-то, бизнес, что высказывания нарушают их право, по сути, на нашление коммерческой деятельности. Цирк вынужден был расторгнуть договор с известной компанией, на площадке которой он находился, понести убытки и все равно устраивать представление, которое было востребовано, которому люди нуждались и на которое пришли. В итоге суд отказал Шапито. Но будет ли обжалован этот вердикт? Мне нужно будет сначала получить решение суда, которое будет в окончательной форме готово. Потом мы обсудим перспективу, доверитель определится по позиции. Жалеет ли она обо всем произошедшем? Ответ на этот вопрос для Елизаветы Бражник очевиден. Я рада, что больше людей узнали о том, что стоит за вот этим веселым выступлением и шоу на самом деле. Возможно, родители детей задумаются, стоит ли платить вот такими мучениями животных за счастье ребенка и удовольствие, посмотреть полчаса на слона, который стоит на одной ножке. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...